Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. И сегодня я не одна. Я с такой вот красоткой, которую зовут Жали. И сегодня мы кушаем роллы. Я хочу вас познакомить с таким прекрасным человеком. Приступаем! С радостью! Все мне, честно, в комментариях писали, что сколько можно детей до 14-16, давай кого-нибудь постарше. И пришла тётя. Почему тётя нет? Молодая, красивая, полна жизни девушка. Первый пошёл у нас здесь. Чувствую себя как дома. На самом деле Айка такая классная. Спасибо. Да, она в жизни ещё лучше, она в жизни вообще красотка. Намного лучше, намного, да. Даже и там красивая в кадре, а в жизни ещё круче. Я её это подговорила. Заплатила. За такие прекрасные слова. Расскажи немного о себе. Чем ты занимаешься по жизни? Подожди, дожую, да? Я не пришла покушать. Я просто не жую, я глотаю. Поэтому мне тебя не понять. Меня зовут Джоли. Я фитнес-тренер и диетолог. Поэтому кушайте меньше. Вот. В общем, у меня есть сыночек. Ему почти два года. Я замужем. Да. Его зовут Тамерлан. В смысле сына. Вот. И, в общем, я помогаю девочкам приобретать тело мечты. Вот. Это моё любимое дело. Я очень люблю. Ты пришла очень в нужное место. Здесь все любители пожрать. Я на самом деле тоже люблю кушать. Очень люблю. Но пытаюсь ограничивать себя именно вот правильным питанием. Вообще, это правильно. Надо следить за тем, что ты ешь. Вот часто мне даже пишут, что ты ешь. Да. Часто мне пишут, что твои прыщи как раз таки из-за того, что ты ешь, что попало. Ну, мне... Кстати, да. Как-то. Ну, что хорошо в тебе, ты много воды пьёшь. Очень много. Да, в день каждая девушка должна бить как минимум 2 литра воды. Вот эта вот вода, она помогает улучшать метаболизм человека. И очищает изнутри. Даже вот девочке, кто много употребляет воды, у них практически не бывает целлюлита. Вода помогает. У меня тоже почти нет целлюлита. Хотя, не знаю, говорят, что у всех есть целлюлит, но в какой-то меньшей степени. Да, есть степень целлюлита. Первая, вторая, третья. Самое главное, что ты разбираешься в этих всех делах, ты являешься профессиональным тренером, а с такими людьми нужно дружить. Поэтому она здесь. Нужно налаживать контакт. И кормить. Да, полезная информация. Вот эти очень вкусные. А то я сейчас их скромячу, я за себя не отвечаю быстрее. Вот. Также ты проводишь онлайн-тренировки. Да, у меня своя онлайн-платформа. Это сейчас очень актуально из-за того, что карантин. Все залы закрыты. Везде все закрыты. Да, у нас залы уже закрыты с февраля месяца. Очень давно. Везде все закрыто. Да, это очень давно. И хорошо с одной стороны. Знаешь, все вот болеют, лучше пережить этот момент дома. Да. И с помощью программы Zoom у нас есть и групповая тренировка, и индивидуальная. Девочки подключаются три раза в неделю. Я показываю, они повторяют. Это отлично. Но, тем не менее, я даю еще и питание. Потому что, как мы знаем, 70% успеха – это питание. Остальные 30% – это тренировки. А если, например, человек просто хочет похудеть, ну, например, не хочет качаться, то тоже, да, можно организовать? Это да. Это с помощью питания, правильного питания. У меня нет понятия диета. И это неправильно. То, что человек сидит на диете – это неправильно. Есть правильное питание. Вот. То есть ты составляешь им какой-то план? Да. Я учитываю желание каждой клиентки. Где что хочет прибавить в баню? Вообще, ко мне приходят девочки. Точнее, звонят сейчас, уже не приходят. И говорят, я хочу, чтобы у меня ушел живот. Но остались там, например, ляжки, попа. Вот. Но такого не бывает. Тело всегда худеет локально. Но если ты хочешь, чтобы у тебя ушел живот, но при этом ты хочешь, чтобы у тебя ягодицы и ноги были в теле, тебе нужно просто качать их. С помощью спорта и похудеть можно, и поправиться тоже. То есть накачать какие-то области, да? Да, конечно. Единственное, что нельзя накачать и исправить с помощью спорта – это грудь. Остальное все можно. Мне к тебе. У меня с грудью нормально все остальное разваливается. Песок сыпется. Даже девочки есть, тренера, кто говорят, что «Ой, мы тебе приподнимем грудь, она у тебя там поправится». Это все неправда. Грудь невозможно сделать с помощью спорта. Только к хирургу. Вот. Я худела. Худела сама без спорта. И у меня сейчас ноги, у бабушки ноги лучше. Просто это такая кожа рыхлая. Как будто там не мясо, а песок. Мне, кстати, я об этом тоже хотела рассказать. То, что вот только с помощью питания, да, похудеть. Я не предлагаю никому вот таким вот образом худеть. Потому что тело становится, да, как ты сказала, рыхлым. Становится таким, не тонус, нет тонуса тела. И поэтому вот всегда я предлагаю именно спортом заниматься. Вот эти вот 30% то, что, да, спорт, оно улучшает твое тело. Ты становишься подтянутой. Например, когда ты худеешь, кожа свисает. А если ты параллельно занимаешься спортом, вот этого вот свисания кожи не бывает. То есть ты сразу в тонусе, ты сразу подтянутая. У тебя сразу меньше целлюлита, опять же, да. Меньше вот этих вот растяжек становится. Я, кстати, сама тоже, у меня кесарево было. Девочки обращаются, вот я после кесарева, да. А у меня живот, он никогда не уйдет. Мне сказали, что этот фартук навсегда останется. Это неправда. Нет, это, конечно, нет. У меня живот даже сейчас лучше, например, чем перед беременностью, да. Да. Да, конечно, это все можно сделать с помощью спорта, с помощью питания. То есть это неправда, если вам говорят, что у вас кесарево, у вас ничего не получится. Это неправда. Если держать себя в руках, заниматься вовремя, питаться вовремя и обязательно водный баланс, тогда все исправится. Я предлагаю всем моим подписчикам перейти в инфобокс, перейти на твою страницу. Там очень много полезной информации. Подпишитесь. Если хотите, вы можете записаться. То есть любой человек может, а не в зависимости от того, живет в Азербайджане, живет в России, Украине, где угодно. Я думаю, что здоровье – это прежде всего. Да, я общаюсь на азербайджанском и на русском. То есть отдельно можно и группы, где на азербайджанском, правильно? Нет, я, например, если у нас тренировка начинается, я говорю и на русском и сразу перевожу на азербайджанский. Например, кто-то не понимает. И в группе, например, у меня не с индивидуальницами, а именно с группой. Я пишу сначала на азербайджанском, а потом перевожу, например, на русский, кто не понимает. Ну, у меня, кстати, все девочки, можно сказать, в Азербайджане почти все знают азербайджанский. Азербайджан? Ой, русский. В смысле, да, русский. В этом плане удобно. Ну, мне кажется, просто к тебе ходят именно, к тебе записываются более такие цивильные, так скажем, более продвинутые. Да, те, кто... Те, кто знают русский, английский, как бы больше продвинут. Да. Другие, как я, один раз присел, встал, думать, все, месяц хватит. Спорт. Нет, то, что ты рассказывала, я смотрела, да, твое видео, то, что ты говорила, что каждый день по сто раз сесть встать. Это, конечно, хорошо, но этим попу не накачаешь. Да? Да. Я это не делаю, открою тебе тайну. Я надеялась. Спорт это так, что... То есть кто-то вначале хотя бы должен тебя заставлять. Вот сама ты, в принципе, можешь и в интернете посмотреть. Ну, давайте посудим сами. Один-два раза ты сама присядешь там, да. Потом уже, если тебя не будут подталкивать на это, то уже пропало. Я всегда по утрам своим девочкам пишу, что отправляйте мне отчет. Вот вы с утра проснулись, сначала вакуум, воду, все это мне отправляете. У них мотивация появляется на то, что я это должна сделать, потому что я это отправлю тренеру. Она меня контролирует. Если я это не сделаю, она меня поругает. Ну, это да, конечно, это очень важно. Поэтому я всегда на связи. Мне всегда пишут, спрашивают, если что-то им непонятно. Вот, я украду. Да, конечно. Я твои уже почти все смела, пока ты тут беседовала. Пока я тут болтаю. Вот для чего ты заставляешь людей здесь болтать. Чтобы съедать их. Съедать, чтобы больше. Элементарно я иногда вот листаю Инстаграм. Смотрю, например, девчонок. Это вот прям накаченное спортивное тело. Я такая сразу думаю, блин, как круто. Я тоже хочу так. И потом, например, 2-3 дня я занимаюсь, смотря там на фотографию какой-то Инстагерл. Я думаю, вау, красотка. Да я тоже хочу так. И потом, бац, я думаю, ой, что-то эти болят-то все. Зачем мне это надо? Я лучше поем. Я поем потом. Как-нибудь в другой раз. Я еще молодая. Очень важно, чтобы тебя заставляли. Да, на самом деле у меня вот первое образование, которое меня заставило получить, моя семья юридическое. Но я это дело вообще не люблю. То есть у меня уголовная специализация. Меня папа отправлял в прокуратуру. Он мечтал, что я стану крутым прокурором. Но у меня были другие планы на себя. Вот. И я решила пойти по своему пути, да. Я очень любила вот этих вот, вот как ты говоришь, смотрю на эти картинки. Я безумно всегда любила смотреть за Екатериной Усмановой. Это мой любимый блогер, фитоняшка. Она такая красивая, у нее такое тело. Я вот все время смотрю и говорю, я... Я не знаю. Да, она... Я тебе отправлю ссылку на нее. Она очень красивая. Вот. Ну вот ты считаешь кого-то красивой? А мне, например, Айсель пришла и говорит, она такая красотка, Айсель. Спасибо большое. Айсель тоже очень красивая. Она такая сладкая, такая милая, воспитанная. У нее мама тоже офигенная. Я ее маму тоже очень люблю. Вообще классные люди. Да, и Айсель тоже, она постоянно ко мне приходит. Не только как в видео мы с ней общаемся. Я ей начала ногти делать. Айки мама тоже очень милая. Я даже не почувствовала, что я как у себя дома прям. Так, так и есть. И бабушка очень милая. Бабушка обижается, когда к нам приходят и с ней не здороваются. Я уверена, что после того, как ты уйдешь, бабушка скажет, какая худенькая девочка. Да, и Айки говорю. Я смотрела видео Айки. Она говорит, что вот бабушка говорит, Айка, ты такая худая, мне тебя жалко. Я говорю, а когда я приду, твоя бабушка скажет, не общайся с этой девочкой. Она по-любому больная. Таких худых не бывает. Ну, вроде пока она нормально на меня посмотрела. Вроде ничего такого. Нету шокирующего какого-то взгляда. Не знаю, я не знаю, через какую она призму видит. Сколько этого васаби. Я очень люблю васаби. Я люблю острое. Господи, как ты трешил. Да, я люблю острое. Гляньте. Одна чайная ложка васаби. Я очень люблю острое. Очень. Вот прям обожаю. Мне обычно, знаешь как, я говорю ей позже, пожалуйста, васаби не кладите. Ага, хорошо. Опять. И каждый раз это васаби есть. Если бы сказала, что положите, стопудово бы забыли. Короче, ребят, если вы тоже хотите заняться с собой, начать заниматься спортом, какие-то там движухи, то обязательно, ссылочка будет внизу, подписывайтесь, пишите. Ты ответишь им на все вопросы правильно? Обязательно, да. По поводу занятий, по поводу режима, там, не знаю, питания. На все вопросы отвечу. Все будет внизу. Короче, на этом все, ребят. Мы покушали. Если вы хотите еще видео с Жалей, то обязательно пишите в комментариях. Я уверена, что они захотят. Так что прописывайся здесь. Я буду рада. Всех целую. Всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...